Сила, воля и выносливость. На Ринмаре прошел велокросс-осенний марафон. Участие в нем приняли любители велоспорта всех возрастов. Организаторами спортивного мероприятия стали клуб любителей лыжного спорта и Центр арктического туризма Ненецкого округа. Первоклассник Вова Асташов приехал на соревнования вместе с папой и дедушкой. Мальчик говорит, что готов к любым трудностям, потому что тренировался. Я приехал сюда участвовать. Ты готов? Ты как-то готовился? Ты катался? Да. Много раз катался. Это надо иметь хороший велосипед. У тебя хороший велосипед? Да. Как он называется? Страстник. Еще одна участница кросса Даша Вострикова. Девочка занимается лыжным спортом, но велосипед тоже в числе ее приоритетов. Трассу, по которой проходит кросс, она уже успела проверить. Должно быть желание в первую очередь, а физическая подготовка – это уже второе. Марафон проходит на проселочной дороге в районе Безымянного озера. Никакой профессиональной подготовки от участников не требуется. Соревнования проводятся в пяти возрастных группах. Для каждой своя дистанция. Я люблю кататься на велосипеде. И почему бы и нет, в принципе. Выходной день. Так как мне 16 лет, я еду на 20-километровую трассу. Считайте, два круга. Велокросс проходит в Нарьинмаре уже пятый год. Организаторы отмечают, что состоится он при любой погоде. Людям это нравится. С каждым годом у нас все больше и больше участников. В этом году детишек прям наплыв. Мы этому очень рады. Мы готовимся. И, конечно же, я думаю, что сегодня, невзирая на такую погоду, все получат огромнейшее удовольствие. Организаторы велокросса отмечают, с каждым годом интерес к мероприятию жителей города повышается. В нашем регионе и в нашем городе очень высокий интерес именно к велосипедному виду спорта. Многие любят кататься на велосипедах. Многие хотят испытать себя, преодолеть себя. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. И даже несмотря на дождь, сегодня у нас очень много участников ожидается. Несмотря на погоду, которая в октябре не самая приятная. Но традиционно каждый год порядка 40 участников хотят испытать себя, проверить себя, насколько они готовы, насколько они могут преодолеть ту трассу, которую мы для них подготовили. Всех участников велопробега ждал горячий чай с пирогами на финише, а победители велогонки получили памятные призы от спонсоров. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.